На этой неделе мы уже были в этом дворе, но высота колеи нисколько не уменьшилась. Скоро ходить здесь придется по траншеям. Остановить рост колеи во дворе дома по адресу Сизова, 26, некому. По словам жильцов, с начала года они всего раз видели у себя снегоуборочную технику. В разы чаще считают ущерб. Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, показывает второй за зиму скол бампера. Проблемы и по другую сторону двора. И свисающие пласты снега, и сосульки. Картина масштабнее на другой улице. А возвращаться домой этой зимой по адресу Гулькина, 37, совсем небезопасно. Прямо над головой растут огромные сосульки. На этом пятачке десяток малоэтажных домов. Старый жилфунд. Почти под каждой кровлей ледяная бахрома и массивная снежная шапка. Особое указание – очистить дворы и кровли от снега. Барнаульские управляющие компании получили неделю назад после обильных осадков и обрушение крыши в барнаульском гипермаркете по той же причине в конце 2016-го. Времени было достаточно, вот желание – вопрос спорный. Но есть в Барнауле и дворы идеального порядка. Со двумя из них следит Василий Лопатин. Во дворе дома на Гущино, 165, дорога ровная круглый год. Даже стены сугробов словно выточены. Пока осадков нет, чтобы не сидеть без дела, вырезают лавочки. Признается, в некоторых чужих дворах руки так и чешутся навести порядок. Ну, желание есть, но тут мне своего двора хватает, естественно, это самое. Ну, просто смотришь, что это так убирает, ну, я не знаю. Ну, все зависит от человека, от совести. Самое-то главное, а не то, как убираешь-то. Понимаете? Вот в чем дело-то. Просто я не могу плохо делать. Мы спросили у самих барнаульцев, видят ли они работу коммунальщиков. Ваши дворы чисят от снега? Ну, не очень, как хотелось бы. Ну, чистят. Честно говоря, один раз, да, чистили. Гущина 75. Подходы в подъездах. Привозили нам мебель, они даже не могли заехать в наш двор. В городской администрации рассказали, по отчетности на 18 января от снега убрали 82% дворов. И пояснили, с одной стороны, их массовые очистки с помощью техники мешали морозы. С другой власти уже выявили 143 случая ненадлежащего содержания дворов. Управляющим компанией может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Анастасия Дороган, Александр Антропов, информационный канал «Город».